Всех приветствую! С вами Залим из магазина Первая коляска и сегодня я хочу вам рассказать про всесезонную коляску от компании RAND. Модель называется BIT. И начну рассказывать с вами вам по порядку. И, пожалуй, начну с ручки. Ручка здесь обитая эко-кожей, имеет довольно-таки приятный мягкий хват и имеется регулировка данной ручки по наклону. Регулируется по высоте от 77 до 110 сантиметров, ну естественно от пола. Ручка, извините, козырек здесь в стандартном исполнении довольно-таки неглубокий, но благодаря дополнительной секции, которая имеется в козырьке и которая расстегивается на молнии, мы вполне глубоко можем закрыть ребенка от непогоды, либо от солнца. Также у нас есть окошечко. В окошечке имеется сеточка, ну то есть точнее окошечко выполнено сеточкой и закрывается на магнитике, то есть довольно-таки тихо. Спинка регулируется здесь в трех положениях. Регулировка здесь происходит отгибанием рычага и, соответственно, можем принять полулежачие, либо лежачие положения. Подножка также регулируется по высоте в нескольких положениях и длина спального места здесь 90 сантиметров. Так как угол наклона здесь регулируется от 110 до 175 градусов, то есть вполне хорошее горизонтальное положение, коляску можно использовать после трех месяцев. Ну и рассчитано примерно до 4-5 лет. Отмечу также и про подножку. Подножка обито приятный такой и какой же напоминающий материал, который легко чистится. Ну и отмечу еще полосочку светоотражающую. По поводу безопасности. Здесь используются в данной коляске пятиточечные ремни внутренние, которые имеют мягкие накладки на плечевой зоне ремня и фаховые части. Также имеется здесь перемычка, которая фиксируется за бампер кнопочкой. Ну и удобно снимается при случае необходимости. Бампер здесь откидывается. Можно слева либо справа удобно откинуть для доступа к посадке, высадке ребенка. И сам бампер выполнен из такого же материала, как и ручка. Такого же цвета, естественно, как видите. Колеса здесь полиуретановые. Диаметром передней колеса 18 сантиметров. В задней 24. И имеет хорошую амортизацию. Что сзади, что спереди. Багажничек здесь очень глубокий. Вы можете увидеть, что объем здесь вполне приличный. Но, правда, здесь есть и проблема. Проблема заключается в том, что доступ не очень большой. Поэтому такой крупный большой пакет вы вряд ли одним махом положите. Но набить можно мелкими вещами. Здесь отметил бы, что в комплект входит и накидка на ножки. Накидка на ножки здесь очень классная. Свою функцию выполняет на 100% за счет плотных материалов. И фиксируя за подножку, поднимаем и фиксируем по бокам на липучках. И чтобы каждый раз не снимать накидку, здесь имеется удобная молния, которая расстегивается. И, соответственно, ребенка, не снимая накидку, можно посадить либо высадить. Передние колеса также имеют функцию блокировки. Блокируется отгибанием внаружу рычажков. И таким же легким образом снимается. Тормоз здесь также удобный. Всегда нажимаем, чтобы поставить на тормоз и чтобы снять с тормоза. И покажу, как складывается. Чтобы сложить данную коляску, мы два рычажка отгибаем с двух сторон на ручке. И вперед убираем до конца. Фиксатор у нас с этой стороны. Сейчас покажу вам. И, соответственно, после того, как зафиксировали, удобно носить коляску. В сложном виде коляска стоит. Коляска весит 10 килограмм. В принципе, подъемная. Для всесезонной коляски это довольно-таки интересный показатель. Ну и раскладываем удобно. Отмечу, что и в сложном виде коляска складывается, точнее, вовнутрь. Текстильным вовнутрь. Что отметил бы. Коляска очень просторная. Рассчитан на довольно-таки большой период пользования. С раннего возраста причем. На самом деле, отмечу, что и стоимость здесь довольно-таки приличная. То есть, имеется в виду недорогая коляска. С учетом своего хорошего функционала. Поэтому я советую, как минимум, данную коляску рассмотреть для выбора. Конечно же, более точное описание и более точные характеристики вы можете увидеть внизу под видео в описании. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.